Торжественный марш, парадные мундиры и аплодисменты. Нетипичная обстановка для сотрудников Управления Федеральной Службы по исполнению наказаний. Но 24 января повод особенный. Коллегия по итогам 2023 года. В актовом зале руководители подразделений, почетные гости и журналисты. Все внимание на главный доклад по итогам года. Создано 105 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ осужденными женского пола. По состоянию на сегодняшний день в Уфит содержится 101 женщина или 97% от лимита. А еще создано 15 медицинских филиалов для лечения осужденных. Организовано обучение в 6 учреждениях по 48 специальностям. Также продолжалась работа промышленных центров трудовой адаптации. Кстати, результаты представлены в музее Омского УФСИН. Все экспонаты осужденные делали своими руками. На торжественной коллегии озвучили и планы на 2024 год. Основные задачи – это же, конечно, организация выборов президента Российской Федерации. Так, чтобы все у нас желающие и осужденные, и сотрудники имели возможность проголосовать и реализовать свое избирательное право. Кроме того, у нас ведутся работы по созданию исправительного центра номер 2. Он будет располагаться в поселке Осташково, а первый исправительный центр находится в Морозовке. Туда для отбывания наказания отправляют осужденных к принудительным работам. Также в списке задач на этот год – улучшение материально-бытового сектора, развитие производства, поиск новых специалистов в управлении. Нам предстоит совместная работа по выполнению задачи по заключению контрактов с осужденными на похождение военной службы Министерства обороны для участия в специальной военной операции. На коллегии наградили сотрудников управления, представителей колоний, руководителей подразделений, журналистов. Благодарность за плодотворное сотрудничество получил и телеканал Омск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова